В преддверии Дня Знаний в Ленинском городском округе состоялось знаковое событие. Семимильными шагами муниципалитет выполняет государственную программу строительства объектов социальной инфраструктуры, в частности, по вводу новых школ. В прошлом году пошло в школы 26 тысяч детишек, в этом году идет уже 29 тысяч детишек. И запрос не ограничивается этими 29 тысячами. Многие родители возят детей, в том числе и в Москву, в школы. Поэтому нам эту проблему необходимо решить, так же, как и с детскими садами. Вот сегодня мы в поселке Развилка рядом, параллельно со школой на 1350 мест, еще начинается проектирование и строительство детского сада на 350 мест. Сегодня в торжественной обстановке во время прямой видеосвязи с губернатором Московской области Андреем Воробьемым в Ленинском городском округе заложили основания трех будущих школ. Глава муниципалитета Дмитрий Абаренов и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов опустили капсулу времени в микрорайоне Римский квартал, который находится в Развилке. Каждый день в стране рождаются будущие лидеры не только общественного мнения, но и по целому направлению. Естественно, вовремя их определить, вовремя дать им возможность двигаться к намеченной цели, поддержать. Это, наверное, главная задача сегодня государства. Это тот самый спортивный принцип, который даст нам в итоге прорывные технологии, ну и людей, которые будут вести за собой общество. Вопросом развития образования занимаются на всех уровнях, не только на самых высших. Большую роль играет работа на местах, когда именно муниципальная власть и депутатский корпус имеют прямые рычаги воплощения государственной повестки. Все три школы будут рассчитаны на более чем тысячу мест. В Развилке и в Дрожжине учебные учреждения появятся в 2023 году. Признательным нашим коллегам, как по депутатскому корпусу федерального значения Вячеслав Александрович Фетисов, непосредственно оказывает нам поддержку, участие, что называется, держит всех в тонусе, и строителей в том числе, чтобы реализовывать побыстрее эти знаковые проекты. И также и поддержку оказывают мои коллеги депутаты муниципальные. Все эти места, где сегодня заложили основания школ – молодые, активно развивающиеся микрорайоны. Воплотить такой масштабный проект удалось за счет государственного финансирования. Микрорайон большой, школа переполнена. Не могу сказать даже во сколько раз, потому что очень большое количество детей. Микрорайон новый, расширяется, дети рождаются. И это очень хорошее событие. Но еще лучше, чтобы у них были комфортные классы и они учились с удовольствием. Ведь, как отметил депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, только в современной, хорошо оборудованной и красивой школе можно достойно выучить и воспитать подрастающее поколение. Такое учебное заведение появится и в поселке Бица. Здесь срок завершения строительства – 2024 год. Жители, которые приведут детей в эту школу, окунутся в новую, яркую, мобильную, современную школу, образовательное учреждение. Свои плоды дает и система назначения директоров еще на этапе планирования нового учебного учреждения. Таким образом удается спроектировать и оборудовать школу по индивидуальному запросу. Ведь чаще именно учителя лучше знают потребности учеников. Директора участвуют во всех процессах. Так получится и в этот раз. Юлия Погосян, Александр Логинов, Сергей Ларин, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно этого.